Всем большой-большой привет! Сегодняшнее видео опять будет о покупках. Как-то так получается, не знаю. Не специально я сегодня покупки не планировала, но как-то вот так повезло мне сегодня. Случились покупки, как это у меня часто бывает, я о чем-то подумаю, что мне нужно, что мне нужно уже присматривать, и если попадется, то купить. Я даже... джинсы мне нужны были. Я даже ездила специально смотреть их в Outlet, в Батминстер Айфель. Предыдущее мое видео как раз об этом. Джинсы не купила. Купила ботинки, которые планировала до этого. И сегодня совсем не планировала покупать что-либо. Думаю, зайду, посмотрю, раз я уже в городе. Зайду, посмотрю новые коллекции. Просто для того, чтобы знать, что будет на следующих распродажах. Да, зашла я в Zara и купила себе джинсы в итоге. Такие достаточно простые. Я всегда себе выбираю вот такие классические модели, без всяких там супер каких-то деталей, вышивок, страз тем более там, или надрезы дырки там. Это я, даже если мне на ком-то нравится, то на себе я это представить просто не могу. Поэтому мне всегда нужны классические джинсы, без всяких наворотов. Ну вот, это практически такие есть. Тут небольшие такие потертости на карманах. На этой стороне тоже на карманах. Такие небольшие потертости. Что меня сначала немножко удивило, думаю, странный какой-то крой. Не знаю, видно вам будет или нет. Вот этот внутренний шов, он такой как будто косолапый. Может, это как-то называется специальный какой-то крой, я не знаю. Но попалось мне такое впервые. Стало любопытно, я их померила, но вроде косолапости не наблюдается. Так что, да, решила их взять, думаю, ну померю дома еще раз, посмотрю. Если все понравится, то оставлю. Если что-то меня будет смущать, то можно вернуть обратно. Стоили они 17.99 со скидкой уже, а на кассе мне сказали 12.99. Так что меня это еще больше порадовало, конечно же. Я подумала, что, ну, в принципе, почему бы и нет. Тем более, что если сидят хорошо, несмотря на вот эту косолапость. Не знаю, подскажите, может быть, это действительно как-то специально какой-то крой дизайнерский. вот, но напротив Зары у нас находится Мекс. Они некоторое время были закрыты, сейчас опять открылись, и у них до 70% распродажи. сейчас я достану, чтобы... вот, и там я тоже, конечно, посмотрела, какие джинсы они предлагают, и купила одни вот такие белые, эти совершенно классические. Ничего на них нет. Никаких особых... никаких украшений. Как раз то, как я себе всегда выбираю, без всякого-всякого лишнего... только сами при себе классические джинсы. вот, но стоили они 59,99, сейчас продаются за 19,99. Вот. Думаю, ну, почему бы и нет? На лето белые джинсы, хотя раньше белые брюки у меня были, но именно джинсы как-то я белые не смотрела. Ну, теперь вот есть. Еще одни джинсы. Тут я удивила сама себя, потому что эти джинсы, вот, с такой вышивкой. Как я уже сказала, я раньше никогда не покупала никакие джинсы с украшениями, а теперь вот... почему-то меня... не знаю даже, что меня сподвигло их померить, и они как-то очень даже так хорошо сели на меня, и я подумала, ну, почему бы и нет. Сзади совершенно такие простые, ничего особенного, а впереди вот такая вышивка, как залатанные, но не заплатки, не заплатки, а именно вот такая, как вышивка просто. Вот, тоже стоили они 89-99, сейчас за 29 продаются. Так что скидка была хорошая, что меня еще порадовало, что длину мне не нужно убирать. Вот, то есть я была в очередной раз удивлена, что все три пары я купила, там мне надо убирать длину. Раньше я всегда смотрела, чтобы мне шов какой, чтобы нитки были там, не какие-нибудь декоративные, чтобы шов был простой, не декоративный, чтобы мне длину не убирать. И в этот раз как раз все три пары так попались, что мне это делать не нужно. Очень меня это порадовало, что даже на мой рост можно подобрать, оказывается, ну, я не знаю, я, может быть, раньше и были такие джинсы, но как-то я ни разу не попадала так, чтобы мне длину не нужно было убирать. Вот, так что. Ну и прицепом еще одна полоска в моем гардеробе. Вот такая кофточка, полуверчик такой легкий. Мне полоска всегда очень нравилась, и сейчас еще тем более она в тренде, так я просто вообще не могу пройти мимо. Когда вижу полосатые вещи, я всегда подойду, посмотрю, что это, сколько стоит, нужно ли мне такое. и вот очередная вещь полосатая в моем гардеробе. Вот такой рукав в три четверти здесь, свободненький, и это стопроцентный хлопок, но он такой не как футболка, легкий хлопок, да, такой более плотный, но и не сильно теплый такой. Очень приятный, надо сказать, не грубый, что хлопок иногда бывает такой грубоватый. Нет, этот очень, очень приятный такой. Вот такие мне сегодня выдались покупки, неожиданно. И мне будет очень приятно, если вы в комментариях тоже поделитесь, как у вас это бывает. спонтанно вы делаете покупки или запланировано, получается ли у вас это делать запланированно. И до новых видео. Пока-пока.